Причина моего обращения в том, что очень долгий период не могу разобраться в себе. У меня во всех сферах жизни проблемы. Не могу определиться, куда идти, с чего начать и чем заниматься. Пора жениться, но из-за неуверенности и неопределенности даже не могу строить нормальные отношения. На работы тоже нет роста, в бизнесе тоже самое. Время приходит быстро, приходит пусто. Я застрял и не могу разобраться. Мой принцип, если взяли долги, их нужно отдать. Но на сегодня я с трудом справляюсь с платежами по кредитам. Банкротство для меня самый лучший вариант. Но имею ли я морально право освободиться от долгов через простой банкротства? Или все же пытаться найти другой выход? Я работаю уже 10 лет, опыта достаточные, свои пациенты. Но я в глубине души понимаю, что стоматолог не для меня. Я не хочу развиваться, стремиться обучиться чему-то новому в этой сфере. Я мечтаю открыть сет стоматологической клиники. Но сам не хочу работать как врач. Совет, как быть у меня в такой ситуации? Спасибо за ответ. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши читатели, дорогие слушатели. С наступающим Новым годом. Хочу поздравлять вас. Скоро Новый год. Пожелать вам все самое лучшее, самое хорошее. Спасибо, что вы смотрите рубрика «Вопросы до Влада». Вы задаете актуальные вопросы. Передо мной накопилось огромное количество вопросов, которые на них я соберусь ответить. Дорогие мои, ставьте лайк под эту рубрику, если вам понравилось. И рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Пусть эти ответы, которые я отвечу на эту рубрику, пусть принесут пользу большим количеством людям. Потому что один человек задает вопрос, и иногда бывает, что этот, а тот же самый вопрос, аналогично похож, есть в голове многих людей. И этот ответ дает, можно сказать, поможет очень большому количеству людей. Дорогие мои, хочу ответить по нескольку вопросам. Следующий вопрос. Салам алейкум, уважаемый наставник. Я пишу вам из Бишкека. Меня зовут Алея. Мне 26 лет. Причина моего обращения в том, что очень долгий период не могу разобраться в себе. У меня во всех сферах жизни проблемы. Не могу определиться, куда идти, с чего начать, чем заниматься. Пора жениться, но из-за неуверенности и неопределенности даже не могу строить нормальные отношения. На работу тоже нет роста. В бизнесе тоже самое. Время приходит быстро. Приходит пусто. Я застрял и не могу разобраться. Надеюсь, в ваших мудрых наставлениях. Помогите, пожалуйста, разобраться в себе. Что мне нужно делать? Дайте мне направление. Брат мой, воду наливайте на земле. Вода быстро найдет свою дорогу. И она сама выбирает дорогу. Пожалуйста, вникай в эту мудрость, чтобы понять. Доверяй сама жизнь. Сама жизнь тебе даст направление. Просто ты слишком приживаешь. Сначала приведи себя в порядок в том, что перестань паниковать. Когда ты паникуешь, вокруг тебя вся паника растет. Дело в том, что у тебя внутри хаос. Когда в голове человека хаос, этот хаос отражается в окружающем мире. И начинается стать больше с каждым разом. Понимаете? Хаос будет еще больше, еще больше, еще больше. Поэтому начни фокусироваться сначала на планировании своей жизни. Я тебе рекомендую, начни сначала почитать книгу «Думай богатей». Потом читай моя книга «Стратегия мышления богатых и бедных». Эта оба книга позволит тебе постепенно прийти в себе. Прийти в себе. Ты понимаешь, не стал лаборантом минусы искать в своей жизни и так далее. А это все от того, что у тебя нет цели жизни. Понимаешь? Когда ты прочитаешь это оба книг, пиши, пожалуйста, цель жизни. Возьми просто сядь и думай, что я хочу добиться до конца своей жизни. Сдавай этот вопрос много раз до тех пор, пока у тебя не появится определенное понимание цели жизни. А если ты сам не справишься, тогда найди коуча. Найди, пожалуйста, тренер, психолог или коуча, который поможет тебе, чтобы ты определился для своего будущего. И это очень тебе сильно поможет. Как появится у тебя цель жизни, это хаос исчезнет. Сразу исчезнет это хаос. Понимаешь? Посмотри в жизни. Жизнь – это возможность. Жизнь – это шанс для каждого человека. Но она превращается в такие хаотичные вещи и проблемы только потому, что человек неопределенно живет. Он живет по течении. Он не думает о своей будущей. Жизнь заставляет. Понимаете? В вашей жизни появляется либо цель, либо проблемы. Я повторяю, в вашей жизни есть всегда два вещи – либо цель, либо проблемы. А когда вы ставите цель, вы счастливо живете, вы создадите, вы стараетесь, вы работаете, что-то новое принесете. А когда человек не составляет цель и просто питается жить, тогда его жизнь начинает появляться проблемы. Почему? Потому что жизнь толкает тебя вперед, чтобы через эти проблемы ты изменился, ты развивался. Через эти проблемы, чтобы ты прошел и стал сильнее, жизненно способным. Потому что год за годом жизнь будет дороже, дороже, дороже. Год за годом жизненные способности должны расти. Адаптироваться надо к любое время, которое в будущем есть. Понимаешь? Либо тебе цель адаптировать к этому, ты стремишься, да либо проблема тебе заставляет стимулировать тебя. Понимаете? Чтобы ты стал сильным. Поэтому, как появится у тебя цель, эти проблемы все исчезнут. Здравствуйте, уважаемый Александр Раджавич. Я хотел обратить к вам с таким вопросом. Чуть больше года я уволился с работы. Год стоял на учете в бюро занятости. Имел в этот период нестабильный доход. И сейчас работаю неофициально, но стабильным доходом. После увольнения я исправлю... После увольнения я исправно платил по своим долгам, не допуская просрочки. И каждый раз еще погружался в долги. Мой принцип, если взяли долги, их нужно отдать. Но на сегодня я с трудом справляюсь с платежами по кредитам. Обратился в банк с предоставлением менеджерной реструктуризации, чтобы уменьшили мне ежемесячный платеж и увеличивали срок возврата кредита. Но банк не идет навстречу. Я могу объявить себя банкротом, и тогда банк вообще ничего не получит. Потому что у меня из имущества только доля в квартире. Банкротство для меня самый лучший вариант. Но имею ли я морально право освободиться от долгов через простую банкротства? Или все же пытаться найти другой выход? Может все же пойти на банкротство, а потом через благотворительность вернуть Богу эти деньги? Дорогие, дорогие, конечно, это вы можете, юридически так можете делать. Но внутри вы назад идете на два шага. Признавая себя банкротом, вы себя признаете, что вы безысходности это делали. Но если вы смотрите, если это большая сумма, может быть это того стоит, если у вас большая сумма. А если у вас небольшая сумма, лучше работайте, верните их. Понимаете? Решайте эту задачу. Я бы на ваше место работал, бы их вернул. Это правда. Почему? Потому что это есть внутри вот этого урока, именно спрячено для вас будущее. Я убежден в этом. Внутри. Попытайтесь решать эту задачу, вы открываете для себя двери, которые делят вашу жизнь шедевром. Жизнь, она очень благосеклонная, она справливая. Когда мы о чем-то мечтаем, чего-то хотим, иногда наши жизни происходят не так, как мы хотели, не так, как мы думали. Но то, что мы мечтали, сильно захотели, по другой дороге приходит. То есть откуда-то из неизвестности приходит к нам, понимаете? И жизнь, она такова. Поэтому рекомендую, попробуйте вернуть их. Попробуйте работать вернуть. Это если вы брали их, надо вернуть. Это самый лучший путь. Зато вы деньги вернете, бизнес останется у вас. Думайте, анализируйте, вернуйте. Просто у себя в голове принимайте решение, что я их буду вернуть. Знаете, когда мне стало легче. Пока я тянул, 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 два года не мог отдавать людям долги. Я замучил, они меня замучили. Два года я не мог вернуть. Но потом я принял решение, я буду до последней копейки вернуть. Йо Аллах, помоги мне. Как я делал такое намерение? И я принял решение, как будто дорога открывалась, как будто. По чуть-чуть, по чуть-чуть я начал зарабатывать и возвращать. Чем быстрее я начал возвращать, тем больше я начал зарабатывать. И могу уверенно вам сказать, что возвращать долги, ваши доходы растут десятикратно. Так что вернуть долги выгоднее, чем не возвращать. Вот в чем суд. Возвращая долги, ваши доходы растут десятикратно. Я убежден, внутри этой ситуации спрячено для вас будущее. Пожалуйста, решите этот вопрос. Постройте новый денежный поток. Это же не сложно. Если не можете, учитесь этому. Это вообще не сложно. Постройте новый денежный поток. Понимаете, что в этом мире самое легкое? Это зарабатывать деньги. А вот стать человеком достойным намного тяжелее. Профессионалом стать. Это 2 умножить на 2. Получил образованный тип профессионал. Пара лет или 10 лет занимался одной и той же тип профессионал. Но вся жизнь не хватает, чтобы стать достойным человеком. Вся жизнь. Я видел огромное количество людей, обладателей кучи дипломов, которые, как человек, они вот такие маленькие. Когда дело касается деньги, дело касается каких-то духовных ценностей, как человечности, они передадут самого близкого даже. Поэтому, преодолейте себя. Победителем можно стать, только победив себя. Желаю вам успехов. Здравствуйте, наставник. Я Азиз из Узбекистана. Мне 34 года. Я врач-стоматолог. Есть своя частная клиника. Но дело в том, что я вот уже несколько лет ненавижу свою работу и профессию. Я работаю уже 10 лет. Опыта достаточные. Свои пациенты. Но я в глубине души понимаю, что стоматолог не для меня. Я не хочу развиваться, стремиться обучиться чему-то новому в этой сфере. Я мечтаю открыть сет стоматологической клиникой. Но сам не хочу работать как врач. Мне нравится ресторанный бизнес. Хотя в этом бизнесе ничего не понимаю. Я строю гостиницу у себя дома. Потому что мой дом находится в исторической части города. В городе много туристов. Я хочу попросить у вас совет, как быть в такой ситуации. Спасибо за ответ. Дорогой Азиз, не тратьте жизнь на то, что вы не любите. Понимаете? Это самообманом не надо заниматься. Но если вы говорите, что я мечтаю открыть сет стоматологической клиникой, тогда учитесь бизнесу. Открывайте стоматологической клиники. И наймите людей, которые от души, душой и сердцем служат народу. Если вам нравится иметь стоматологической клиникой, займитесь этим. Я советую вам именно стоматологической клиникой открывать. То есть несколько. Если у вас денег нет, найдите партнера-инвестора. Сначала вам надо учиться. Немножко денег, которые накопили. Я знаю, что стоматологи неплохо зарабатывают. Я это знаю. Поэтому вкладывайте свои мозги. Научитесь чуть-чуть бизнесу. Что у вас бизнес мышления появилось. Потом открывайте именно стоматологический клиник. Почему? Потому что вы 10 лет потратили время там. У вас это лучше будет получаться, чем ресторанный бизнес, чем гостиница, которую вы открываете. Гостиница, которую вы открываете, вы можете его просто передавать каким-то людям, которые управляют гостиницей лучше, чем вы. Потому что в городе много у вас гостиницы. Тем более вы говорите, что находится в исторической части города. Дай Аллах, чтобы она у вас получилась. И она получится у вас. Однозначно получится. Но для вас будет бизнес хороший именно стоматологической клиники. Потому что вы 10 лет свою жизнь отдали туда. Вы там больше знаете, больше понимаете, чем ресторан или где-либо. Если вы сейчас пойдете ресторан или куда-нибудь, все ваши собережения исчезнут. Будут очень жалко потерять все то, что вы накопили. Поэтому я рекомендую вам обязательно сначала откройте одну клинику стоматологической, 4-5 кресла. Потом вторую, потом третью. Или либо одну откройте на 5, то есть кресла. А потом делайте 10 кресла. Посмотрите поток людей и так далее. Я рекомендую вам именно этим бизнесом заниматься побольше. Дорогие мои, ставьте лайк под это видео. Рекомендую своим друзьям, знакомым нашу рубрику. Сдавайте актуальные вопросы. С радостью буду отвечать. Под это видео, если видите, нажимайте еще. Вы открываете, вы можете видеть, что есть графики тренингов. Здесь вы видите, где можно купить книги и так далее. Я желаю вам успехов. Просветания и так далее. И хочу, чтобы в комментариях напишите 3 ценные вещи, которые вы получили из этих ответов. 3 ценные вещи, которые вы можете практиковать и принести в свою жизнь. Всего вам доброго.